Всем привет! Сегодня у меня для вас подарок для вас и для ваших мужчин. Если вдруг вы хотите успеть до нового года сшить для своих мужчин какие-то новогодние подарки, какие-то свитшотики, возможно, кто-то захочет пижаму из трикотажа легкую сшить, я сегодня хочу для вас показать быстрое легкое построение рукава. То есть базовая выкройка у нас уже есть, плечевого изделия, то есть полочки и спинки. Сегодня я покажу быстрый рукав, а потом, чуть позже, возможно в январе, я уже покажу полноценное видео от А до Я. То есть там уже будут все 5 вариантов. Итак, начнем. Для начала мы с вами должны нарисовать сетку. Сетку я рисую вот так вот от линии низа, немножко отступив, я проведу прямую, пока произвольную линию. Я рисую, немного отступив от края листа, тоже проведу прямую вертикальную линию вверх. Не называю никакие точки, потому что видео быстрое, как бы такое упрощенное. Поэтому смотрите, от этого уголочка вот сюда мы откладываем с вами обхват руки в самом широком ее месте, плюс прибавка, у меня это 6 сантиметров. Вы же для себя какую хотите, такую и прибавляйте, делайте прибавку. От этой точки вверх я откладываю прямую, опять же пока произвольную, то есть у меня, я не сказала, у меня получается 44 сантиметра вот здесь. Далее от линии низа я вверх откладываю длину рукава, у меня это получается 68 сантиметров. Вот я ставлю точку и соединяю эту точку под прямым углом вот так, по горизонтали соединяю со второй линией. То есть сетку мы с вами нарисовали, начертили. Теперь смотрите, от верхней линии вниз я нахожу высоту оката рукава. Как я это делаю? В этом случае я хочу сделать совершенно иначе, никаких стандартов, ничего. Я хочу взять глубину проймы, разделить на 2 и прибавить 1 сантиметр. Глубина проймы у моего мужа 28,5 сантиметров. Делю на 2, получаю 14,75, прибавляю 1, ну и округляю до 16. Вот у меня получается 16 сантиметров. И это у меня будет высота оката рукава. Провожу прямую линию. Теперь нахожу центр, то есть 44 сантиметра я делю в принципе на 4. У меня получается по 11, 11, 22, 33, вот так, да? Теперь смотрите, от этой точки вверх я провожу пунктирную, среднюю цифру я провожу вверх и вниз до конца сетки. Это у меня будет центр рукава, он нам пригодится. Далее, вот эту линию я тоже провожу пунктиром вверх. И теперь я соединяю центральную точку вот сюда, но пока можно тоже в принципе пунктирными линиями. И вот эти точки, вот эти точки я тоже соединяю пока пунктирными линиями. Так, теперь смотрите, вот этот отрезок, вот этот отрезок, вот этот и этот я опять же делю еще раз пополам. Так, у меня получается 14, значит по 7 сантиметров. Так, у меня везде получается 7 сантиметров. Вот они мои точки. Далее, на пересечении вот этих линий, вот этих по спинке, вверх я откладываю полтора сантиметра. От этой точки вниз я откладываю 0,5. Это тоже все приблизительно, я беру свои цифры. От вот этой точки вверх я откладываю 2 сантиметра приблизительно, но это цифры максимально приближенные к реальности. То есть они могут меняться до 0,5 сантиметров, не больше. Может быть у кого-то меньше, у кого-то больше. Значит, вот здесь уже по спинке я откладываю 1,5 сантиметра вверх, а здесь я откладываю 2,5 сантиметра вниз. Но вот эта цифра, вот эта цифра, 2,5 сантиметра это крайне редкая цифра. То есть здесь до 2 сантиметров, в основном 1,5-2 сантиметра вот здесь. Теперь мне нужно соединить эти точки, вот эту точку я соединяю вот сюда к 1,5 сантиметрам, вот так. Далее вот к этой точке соединяю, далее к центру, теперь вот сюда к этой точке, далее вот сюда на пересечении. Теперь у меня здесь 2,5 сантиметра и вывожу вот сюда. И мне нужно провести красивый окат рукава. Девочки, обязательно делайте примерку, потому что вот эти 2,5 сантиметра, вот здесь у меня 2,5 сантиметра, я нашла только путем примерки. Когда я построила первый рукавчик, у меня вот здесь получилось такой более острый, вот более такой заостренный угол. И мне здесь пришлось немного смягчить. А смягчала я каким образом? Я добавила вот сюда наверх по 0,5 и сюда наверх по 0,5. У меня вот эта линия получилась более плавненькой. И опять же сейчас у меня линия оката рукава не очень такая красивая. Я думаю, что вы себе прорисуете красивее. Ну, у меня просто, я же сказала, быстрое видео, поэтому мне сейчас этот окат рукава не очень важен. Главное, чтобы он получился у вас. Теперь по низу рукава от крайней линии я откладываю 3 сантиметра сюда и откладываю 3 сантиметра сюда. Это стандарт для всех размеров. И это у нас будет классический рукавчик. Соединяю эти точки вот сюда с проймой, с окатом рукава. Вот сюда. Сюда соединяю и сюда соединяю. Повторяю, это у нас будет классический рукав, который вы можете моделировать, размоделировать и так далее, и так далее. То есть, этот рукавчик можно заужать, можно расширять, как хотите, смотря какой у вас будет фасон. Далее, мы с вами измеряем обхват запястья, прибавляем нужные прибавки и делим пополам. У меня получается 11. Значит, от центра 11 сантиметров в одну сторону и 11 сантиметров в другую сторону. Я ставлю точки и опять же соединяю вот так вверх. Веду вверх. И это у нас будет зауженный рукавчик. Но он такой зауженный, что даже не эластичная ткань, то есть, если мы шьем не из эластичной ткани, мужчина будет чувствовать себя комфортно в этом рукаве. Потому что 6 сантиметров прибавка только на свободу. То есть, вам же решать, то есть, вашему мужчине решать, комфортно ему или нет. Девочки, я закончила свое построение. Очень надеюсь, что вы успеете сшить своему мужчине обновки, подарки. Очень надеюсь, что вы успеете сделать для него макет для начала, сделать поправки, внести нужные и уже сшить подарки. Ну, а я уже с вами прощаюсь. Каждый раз говорю, что у меня видео последнее в этом году, крайнее. Но все, продолжаю, продолжаю шить. У меня прям вот как понесло. Желаю вам такого же азарта, такого же вдохновения, как у меня сейчас. Я не знаю, что со мной случилось, но мне это очень нравится. Ну и, конечно же, желаю вам классного настроения. Интересно, весело провести новогодние праздники, выходные. Отдохнуть хорошенечко. Я думаю, что мы с вами еще не раз увидимся. Ну, а сегодня всем пока.